У нас акция «Идеальные праздники с подарками из Золотой горы», а также специальная цена на кольцо с бриллиантом за 6499 рублей у Золотой горы. Из горячего крайника вода бежит, но бежит прохладная. И зимой, и летом всегда одинаково. Зимой и летом вместо горячей воды бежит еле теплая, жалуется Эльвира Гене. Квартира женщины располагается на девятом этаже дома номер 34 по улице Строителей. Проблемы с горячим водоснабжением начались 4 года назад, почти сразу, как многодетная семья переехала сюда. Чтобы помыться, утром или вечером приходилось подолгу пропускать воду, рассказывает Эльвира. Поэтому пришлось искать пути решения проблемы. Вот бойлер включаем, вот тогда идет напор. Плюс у нас вот, ну приспосабливаемся же, душ, видите, он с мелким распылением, таким тоже в интернете. Вы видели, купили, сделали, там хоть хотя бы напор есть. А то бывает с обычным если душем, то там просто вот бежит вот струечка, и даже не хватает, чтобы была струя хорошая у душа. Все 4 года Эльвира обращалась с жалобами в свою управляющую компанию. Там, в свою очередь, не раз пытались решить проблему. Но безрезультатно, говорит женщина. Приходили слесаря, делали замеры, смотрели все. Сделали вывод, что нет горячей воды из-за того, что циркуляционная система вся обрезана. Значит, нет циркуляции. Ну и все, а по напору так ничего не сказали. В управляющей компании «Комфорт-сервис», которая обслуживает дом, о проблеме с горячей водой, знают. Жалобы от жильцов поступали на протяжении нескольких лет регулярно. Мы неоднократно обращались с этой проблемой в СТК, но положительных результатов не было. Наша управляющая компания обратилась в арбитражный суд для того, чтобы обязать СТК подавать горячую воду в соответствии с требованиями Санпина. 24 июня 2019 года 17 апелляционным судом выставлено постановление обеспечить подачу воды в многоквартирный дом строителей 44 в соответствии с санитарными нормами. В управляющей компании отметили, в этом году обращения от жильцов по этой проблеме стало меньше. Но, по словам Эльвиры Гене, в ее квартире горячая вода так и осталась теплой. Накануне женщина побывала на приеме у заместителя главы Перу-Уральска по ЖКХ Дениса Полякова. Выслушав Эльвиру, чиновник сообщил, о проблеме знает и решать ее надо комплексно. Ремонт центральных теплопунктов уже запланирован. Правда, сроки не радуют. В год то, что там СТК делает, это капля в море. И мы это сделаем реально только по тем планам, которые запланировали в СТК, это 34 год. Это не устраивает ни нас, ни СТК, ни жителей. Решение есть, оно тяжелое, но его надо будет принимать в любом случае. Но оно будет подписано, дай бог, к концу года. По словам чиновника, модернизация городских теплосетей – единственное решение проблемы во всех похожих ситуациях. Кристина Сипьева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.